Привет, родные! В эфире новости Родины и я, Артем Гурьев, с обзором главных новостей за прошедшую неделю и жизни Академии. Но прежде чем мы начнем, вам не кажется, что чего-то не хватает? А если так? 9 марта состоялось долгожданное событие для нашей Академии – дебют в юношеской футбольной лиге. В первом туре на домашнем для Родины ЮФЛ поле Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова соперником родных стали представители Строгино. После поражения команды 2009 года рождения, первых из синхронных побед добились команды 2007 и 2008 годов рождения. 2-0 Автором исторического дебютного гола в составе нашей Академии стал игрок команды 2008 года рождения Никита Дубровский. С двух побед начала турецкий сбор и Родина М. Спартак 2 подопечный Филиппа Александровича Соколинского обыграли со счетом 3-1. Китайский «Бензин Технологи» оказался разгромлен 4-0. 4. В составе такого количества команд победителем ПФЛ становился тренер нашей молодежки Никита Владимирович Сурков, который еще в матче против «Красно-Белых» принял участие и как игрок. Кажется, у Матвея Елизарова появился конкурент не только за место на поле, но и за игровую футболку. Победные традиции продолжились в воскресенье. Младшие представители Академии 2010-2014 годов рождения завершали соревнования в зимнем первенстве Москвы. Команда 2013 года рождения, вслед за оформивший титул ранее команды 2009 года рождения, в драматичном финале принесла второе чемпионство нашей Академии за это зимнее первенство. Остальные результаты игрового дня на ваших экранах. Это были новости Родины. Увидимся через неделю. До будущих встреч. Редактор субтитров А.Семкин